Всем привет! Вы находитесь на канале Потерянные Эпизоды, и сегодня я представляю вам разбор довольно большого айсберга, посвященного мультсериалу «Сказочный патруль» от студии анимации «Паровоз». Айсбергов не было уже около двух месяцев, а ещё это моё первое видео в 2024 году, с которым я вас, кстати, поздравляю. Ну, в принципе, вступление можно заканчивать, давайте же перейдём к айсбергу. Выглядит он следующим образом, и в основном состоит из различных теорий по мультсериалу, которые мы постараемся сегодня разобрать. А также я добавил в него свой отдельный уровень, с, так скажем, нашими традиционными фактами о мультсериалах. Если что, ссылочка на оригинальный айсберг будет в описании. Итак, давайте начнём. Поднебесье. Музыкальная группа. В 2017 году была основана музыкальная группа «Сказочный патруль», основанная на образах четырёх волшебниц из серии «Как стать звездой». Группа была основана при поддержке продюсера Игоря Крутого. Группой было записано 29 треков, и, насколько я понял, на данный момент новых треков не выходит уже несколько лет. Книги Олега Роя. Олег Рой — это российский писатель, который написал довольно большое количество книг по «Сказочному патрулю». В основном у этих книгах представлены совершенно новые истории с героями мультсериала. Исходя из поста 2017 года, можно понять, что книги происходят в той же вселенной, однако не являются каноном для мультсериала. Журналы. По «Сказочному патрулю» существуют различные журналы с наклейками, постерами и так далее. В общем, довольно обычные детские журналы. По «Сказочному патрулю» существуют, ну или как минимум, существовали различные спектакли, и на некоторые из них даже есть отзывы. Правда, отзывы там далеко не самые позитивные. Судя по доступным видео с Ютуба, это спектакли с участием реальных актёров. В принципе, ничего интересного. На одном из сайтов я, кстати, нашёл вот такой прикол. Ближайшая дата – 1 января 1970 года. Неужели «Сказочный патруль» был в 1970 году? Хех, шучу. Игры от интерактивного мульта. Речь идёт об игре, выпущенной пару лет назад, под названием «Сказочный патруль», собственно, разработчиком и издателем которой является интерактивный мульт. Сама игра представляет из себя 3D-бегалку, и на самом деле, это одна из крутейших игр, которые есть по российским мульсаралам на Android. Она красивая, проработанная и с сюжетом. В принципе, вполне неплохо. Отсылки на другие мульсаралы паровоза. Вообще, в «Сказочном патруле» есть отсылки далеко не только на собственные мультфильмы паровоза, ибо есть даже отдельная статья на Википедии, посвящённой «Сказочному патрулю», где расписаны почти все отсылки. Ссылку на неё я оставлю в описании, ибо там очень много всего. Однако, вот основные отсылки. Тикток паровоза. У студии «Паровоз» есть официальный тикток аккаунт, на который подписано более 880 тысяч пользователей. В основном, там публикуются различные моменты из их мультсериалов, а также мемы с ними. Кстати, на аватарке у студии стоит сыпа из мемишек. О ФСП. У «Сказочного патруля» есть официальная группа ВКонтакте, на которую подписано более 109 тысяч пользователей. В самой группе публикуются разные арты, образы, кадры и так далее. Вообще, группа довольно активно ведётся. Верхушка Айсберга. Ложный слух о родстве Любавы и Василисы. Василиса Премудря – директор волшебного колледжа, а Любава – одна из его учениц. Когда Любава ещё только появилась в мультсериале, некоторые фанаты начали строить теории, что она является дочерью Василисы. Эту идею часто развивали в фанфиках. В одной из недавних серий «Сказочный патруль хроники чудес» было показано, что у Любавы – другие родственники, и эта теория не подтвердилась. Библиотека раньше была дворцом Влада. Это факт. Здание, которое сейчас является библиотекой в городе Мышкин, ранее являлось дворцом, который захватил Морок, то есть Влад. В конце концов, спустя много лет здание было переделано под библиотеку. Лот – парень Аленки. Лот – это один из главных персонажей книги по сказочному патрулю «Сказочный патруль. Потерянные сказки». Ему 11 лет, и судя по книге, он стал новым, хорошим другом Аленки. Неизвестно, существует ли он в каноничной вселенной мультсериала. Варя привыкла считать себя лидером, потому что именно она в основном предлагает решения различных ситуаций. Впрочем, порой она поступает безответственно. Да и исходя из некоторых комментариев от комьюнити «Сказочного патруля», ее действительно считают ЧСВ. Для тех, кто вдруг не в курсе, ЧСВ – это чувство собственной важности. Книги Парфеновой – не канон. В 2021 году сценарист мультсериала «Сказочный патруль», «Минумишки», а также прочих проектов мульта, представила книгу «Квест», посвященную «Сказочному патрулю». «Сказочный патруль. Пять королевств». В книге представлен полностью оригинальный сюжет, и каноном она не является. Также она является автором книги «Сказочный патруль. Потерянные сказки», в которой появлялся Лот. И эта книга также не является каноном. Пэринги. Пэринги – это описание романтических отношений между персонажами. И в «Сказочном патруле» существует огромное количество таких пэрингов. Например, Варя и Морок, Аленка и Морок, Аленка и Несмеяна, Аленка и Саша... Короче, там очень много всего. И давайте я просто поражу вам скриншоты, чтобы вы увидели этот масштаб. Хэштег «Маха не нужна». Насколько я понял, это был некий мем в 2020 году. Дело в том, что создатели «Сказочного патруля» в своём мерче довольно редко использовали Машу, если использовали вообще. И сообщество запустило такой хэштег. Архивариус и Зло. Архивариус и Зло – это два персонажа, которые не появились в мультсериале, но появлялись на одном из концепт-артов. Вот так они выглядят. Неизвестно, какую роль они могли сыграть в мультсериале, и, скорее всего, их уже никогда не добавят. «Мелководье», «Темномаха» и «Темнолиса». Насколько я понял, это тоже один из мемов комьюнити, когда цвет кожи персонажа зачем-то поменяли на противоположный. «Кощей. Начало» в начале назывался «Настоящая история Кощея». Это факт. Изначально полнометражный фильм «Кощей. Начало» действительно должен был называться «Настоящая история Кощея», но по какой-то причине название решили изменить. К слову, это первый полнометражный мультфильм, посвящённый «Сказочному патрулю». Большая часть фэндома сидит в нём из-за ау и хэд-канонов. Многих фанатов не устраивает сюжет сериала, поэтому они перестраивают канон под себя. Кому-то не нравится обилие пейрингов, кому-то их отсутствие, кто-то хочет больше видеть своего любимого персонажа, кто-то меньше своего нелюбимого и так далее. «У Алёнки должен был быть брат». Согласно одному из концепт-артов, у Алёнки изначально должен был быть брат Иванушка, который был одет в костюм-кота. Судя по всему, это должно было быть отсылкой на сказку о Алёнушке и её братце Иванушке. В итоге Иванушка добавили в мультсериал, однако он не являлся братом Алёнки, а являлся выпустившимся студентом волшебного колледжа и библиотекарем. Однако в эпизоде «Зазвеккалье» на это сделали небольшую отсылку. Изначально Машу звали Василисой. Согласно концепт-арта, Машу изначально должны были звать Василиса, в честь Василисы Премудрой. Однако в итоге от этого отказались. Машу зовут Машей, а Василиса Премудрая – это директор волшебной школы. «Жижица» обводит скриншоты сериала для иллюстрации книг. Алексей Жижица – это иллюстратор официальных книг по сказочному патрулю. И согласно информации, он вместо того, чтобы рисовать вручную, просто обводит скриншоты из мультсериала, из-за чего качество иллюстрации довольно сильно хромает. Роль Алисы в патруле. В 2019 году к четырём хранительницам добавили ещё и пятую, хранительницу времени Алису. Согласно официальной информации, её ввели в мультсериал, потому что много друзей не бывает. Причина, конечно, просто замечательная, но по сути комьюнити довольно холодно приняло новую героиню. 50-ю серию можно считать Эспаха Че о Белом Рейцаре. В 50-й серии сказочного патруля нам рассказывается о Белом Рейцаре Визирье. Так вот, согласно этому пункту, этой серии можно считать одной из серий сказочного патруля Хроники Чудес. Кота учёного зовут Уголёк. На одном из стримов Мария Парфёнова назвала кота учёного Угольком. Также одно время это имя присутствовало на фандоме сказочного патруля, однако более о нём нигде не упоминалось. Середина Айсберга Маргана Фури Маргана – это фея, управляющая волшебным театром, а также жена Альберта. Как раз Альберта является антропоморфным львом, так что и сама Маргана в какой-то степени является частью Фури сообщества. По большей части это, конечно, шутка. Или нет. Маг Огня Маг Огня – это персонаж, упоминающийся в сказочный патруль Хроники Чудес, как один из преподавателей волшебного колледжа. Однако в третьем сезоне, когда девочки приехали в колледж, Маг ни разу не был показан по неизвестным причинам. Внешнее сходство Гномеллы со Снежкой Гномелла – это правительница Гномьего Королевства, является второстепенным персонажем мультсериала «Сказочный патруль», и выглядит она вот так. Тут даже не нужно присматриваться, чтобы заметить, что она действительно похожа на Снежку. Маша Дриада Согласно одной из книг Парфёновой, Маша обучалась в школе Дриад, но неизвестно, является ли это каноничным для мультсериала. Анри – единственный персонаж-инвалид в «Сказочном патруле». Анри – это француз, который появился в книгах по темам «Сказочного патруля», и он является инвалидом. Единственным инвалидом за всю историю «Сказочного патруля». Использование детского труда. Думаю, этот пункт не нуждается в особых комментариях, ибо в мультсериале всё прекрасно видно. Патруль издевался над Алисой в новых героях. В 44-й серии «Сказочного патруля» «Новые герои» видно, как «Сказочный патруль» не очень-то хорошо относится к Алисе. Сходство «Эспахаче» Вани и Василисы. В «Сказочный патруль» Хроники Чудес иногда существует сходство между сериями. Шикан мог приврать в «Эспахачем». В 14-й серии «Сказочного патруля» Хроник Чудес Шикан рассказывает свою историю. Шикан – это, кстати, персонаж-музыкант. Возможно, в этой серии он немного приурасил свою историю, либо же полностью выдумал её. Около дна айсберга. Фишка с глазами Морока отсутствовала в 7-й серии. Фишкой глаз Морока является то, что когда он перевоплощается, глаза в любом случае остаются голубыми. Однако в 7-й серии «Сказочного патруля» такой фишки не было, и его глаза остались такими же, как и у того, кого он скопировал. Хронология в «Сказочный патруль» Хроники Чудес «Сказочный патруль Хроники Чудес» происходит не в хронологической последовательности, а потому бывает довольно сложно определить, какая серия идёт за какой. Стереотипные стандарты красоты Скорее всего, речь идёт о том, что персонажи в «Сказочном патруле» имеют довольно стереотипную внешность. Второстепенные персонажи первого сезона используются для массовки второго. Иногда во втором сезоне на заднем плане можно заметить персонажей из первого сезона, которые являлись второстепенными. Кот-учёный – изгой. По официальной информации, из-за своего цвета Кот-учёный действительно был изгоем, хотя и родился в весьма знатной семье. Влад обнулился во втором сезоне. Так оно и есть, и тут даже сказать нечего. Изначальный сценарий «Сказочного патруля» Если хорошо поискать в интернете, можно найти некоторые наработки изначальной версии «Сказочного патруля». Однако дальше концепт-артов и различных отрывков дело не дойдёт. Конкретного сценария первой версии мне также не удалось найти. Другой дизайн «Вживание» в аниматике второго сезона. В одном из аниматиков второго сезона можно заметить, что у «Живани» должна была быть другая одежда, нежели та, которая у него в итоге. Дно айсберга. «Сказочный патруль» настиг липецких предпринимателей. В 2021 году правообладатели «Сказочного патруля» подали судебные иски против бизнесменов, которые незаконно торговали игрушками с брендом «Сказочного патруля». В целом так и должно быть, ибо правообладатель не получал никакого процента с продаж. Множественные сходства Аленки и Саши. У этих персонажей довольно много сходств в плане характера, а также они довольно харизматичные. Плюс Саша влюблён в Аленку. Патруль и Саша используют Васю. Вася – это дружелюбный и общительный персонаж, которого, впрочем, из-за его доброжелательных качеств нередко используют другие персонажи мультсериала. Конкретные примеры тут проводить не буду, думаю, те, кто смотрел, понимают, о чём я. Имена волкалаков. Влад в шутку называл их «Шариком», «Дружком» и «Трезером», однако их настоящие имена неизвестны. Железяка-младший был превращён в статую за ганром. Железяка-младший – это сын пропавшего кузнеца Железяки-старшего, который пропал, а потому его сын занимается его поисками. В серии «Доспехи богатыря» его превращают в камень, однако позже расколдовывают. А последний раз персонаж появляется в серии «Первый бал», где воссоединяется с отцом. Сходство с «Винкс» и «Гарри Поттером». Фанаты мультсериала довольно часто сравнивают его с «Винкс», ну, потому что девочки-волшебницы, которые работают в команде. Некоторые также сравнивают его с «Гарри Поттером», опять-таки из-за магии. Когда Василиса окончила волшебный колледж? В восьмой серии «Хроник чудес. Волшебные правила» Василиса рассказывает о том, как подшучивала над учителями в школе. В конце концов, Василиса понимает, как важны правила, и мы узнаём, что она окончила колледж с отличием, поступила в магическую аспирантуру и в итоге стала директором колледжа. Конечно, точную дату этих событий мы не знаем. Как стареют сказочные? Это довольно интересный вопрос, а также, возможно, сюжетный ляп. В первых сезонах «Сказочного патруля» главным героиням 12-13 лет, в четвёртом сезоне уже 15, при этом в новых сезонах они меняются. То есть персонажи в «Сказочном патруле» не застревают в одном и том же возрасте, а всё же растут и, видимо, стареют. Хотя скорее, всё-таки только растут, так как у нас есть тот же год учёный, да и далеко не только он, которому более 300 лет, при этом стариком он явно не выглядит. Возможно, в «Сказочном мире» все растут до определённого момента, после чего просто перестают это делать и не стареют. Тёмные воды. У Снежки аутизм. Снежка – довольно творческий персонаж мультсериала. По сути, нет каких-то весомых оснований считать, что у неё аутизм. Конечно, в аутизме есть различные формы, и, возможно, какая-то из них есть у Снежки, но, опять-таки, подтверждений этому нет. У Аленки – СДВГ. СДВГ – это нарушение развития неврологического поведенческого характера, при котором явно выражена гиперактивность, наряду с дефицитом внимания. По поведению Аленки действительно можно сказать, что, возможно, это у неё есть, в отличие от аутизма у Снежки. Волковаки были людьми. Волковаки – это оборотни, и, возможно, когда-то они действительно были людьми. Однако точной информации и официальных подтверждений нет. Обвинение в плагиате. В интернете есть множество различных статей, которые повествуют нам о том, что «Сказочный патруль» – наглый плагиат. Кто-то сравнивает его с «Винкс», кто-то с «Гравити Фоуз», кто-то с «Шиммер и Шайн» и «Щенячим патрулём». Конечно, сходство между этими мультфильмами действительно есть, и в некоторых статьях есть весьма весомые аргументы. Однако я не сказал бы, что «Сказочный патруль» является полным плагиатом других мультсериалов. Морок – Пентрил. Когда я только изучал данный айсберг, я думал, что это просто шутка, но я нашёл в интернете полноценную петицию о запрете «Сказочного патруля». В петиции говорится о том, что Морок, которому на секундочку 340 лет, выстраивает отношения с Варей, которой на секундочку 13 лет. На первый взгляд это может показаться полным бредом, но на самом деле в этом есть какой-то смысл. Орден Белого Рицаря. На официальном стриме от Создателей пару лет назад упоминался Орден Белого Рицаря. То, что он существует – это вся информация, которая о нём есть. Родителям Саши и Васи на них плевать. Глубины. Превращённые в статуи сказочные – трупы. Когда кого-либо обращают в статую, его душа помещается внутрь шкатулки. Выходит, что в камне остаётся лишь бездушный труп. Патруль чуть не умер от обморожения под водой. В 16 серии Морок превратился в Водяного. Обманул девочек, стащил ключ воды и заморозил их, сказав «Вот и не стало сказочного патруля». Очевидно, герои не спаслись, но, по словам Морока, стало ясно – он хотел, чтобы они погибли. Карабас-Барабас навсегда остался бездушной куклой. В 4 серии Карабас был превращён в куклу с помощью волшебной булавки. Поначалу он долгое время находился в комнате Алёнки, но позже был перенат в магазин игрушек, где получил прощение от Мальвины, которая расколдовала его. Однако уже в 3 сезоне кукла Карабаса появлялась на фоне, в общажной комнате девочек. Снежка чуть не упала в лаву. Во время битвы с драконом в подземелье библиотеки, Снежка могла упасть в лаву, однако её спасла Алёнка. Морок чуть не убил Василису. В сказочном патруле «Хроники чудес» упоминалось, что во время битвы Василису чуть не победил Морок, когда пытался уничтожить всех сказочных. Иванушка был оставлен умирать в подвале. Как упоминалось ранее, Ваня – это студент волшебного колледжа, а ныне библиотекарь. Морок превратил его в козлёнка и запер в подвале, а также забрал его облик, дабы скрываться под ним. В финальных сериях сезона к нему в подвал случайно падает Саша, и они вместе выбираются. Жители Воздушного Королевства могли погибнуть. В Воздушном Королевстве Морок разбил кристалл, и если бы патруль не исправил ситуацию, королевство бы упало вниз, и все жители погибли бы. Алёнка уничтожила зазеркальный мир. Находясь в зазеркалье, тёмные существа хотели отнять ключ у Алёнки. Для того, чтобы сбежать, она разбила зеркала, тем самым уничтожив зазеркалье и освободив себе проход. Красная Шапочка Красная Шапочка – это персонаж, в чьё существование верили многие люди в фандоме. По легенде, она должна была появиться в четвёртом сезоне и быть фанаткой героев Земли. Многие фанаты посчитали её соперницей Алёнки за любовь Саши и стали рисовать соответствующие арты и писать фанфики. В итоге, это всё оказалось фейком от одной художницы из студии и её друзей. Красная Шапочка не появилась в четвёртом сезоне, но появлялась на фоне в Хрониках Чудес и один раз в массовке третьего сезона. Финал? Алёнка до сих пор... Ирина, 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 Ирина. Бонусный уровень. Отзывы. Относительно других российских мультсериалов у сказочного патруля очень даже хорошие отзывы. На большинстве сайтов самой популярной оценкой является 5 звёзд. Паровоз. Паровоз – российская студия анимации, основанная 1 сентября 2014 года. Владеет такими мультсериалами, как Миномишки, Герои Энвила, Сказочный патруль, Бумажки и ещё очень много названий. Мерч. По Сказочному патрулю существует просто огромное количество мерча. Это и различные куклы, и различные наборы, и конструкторы, и раскраски журналы, и ещё очень много всего, впрочем, как и по большинству российских мультсериалов. Фанфики. Тут я, если честно, был удивлён, потому что фанфики по данному мультсериалу в основном весьма годные. Это работы, в которых, правда, есть сюжет и какая-то задумка. То есть, сравнивая с теми же фиксиками, у которых в фанфиках есть, например, «Почини меня, нолик», это совершенно другое. Правило 34. Обычно этот пункт я хоть как-то комментирую, но здесь я оставлю это без комментариев. Мемы. Просто пара мемчиков. Ритм. По этому мультсериалу катастрофически мало ритмов, да и они вообще не популярны. Что ж, на этом всё. Такой получился Айсберг. Не самый большой на моём канале, но всё же довольно длинный, интересный и информативный. Хотел бы также сказать спасибо создателю Айсберга, который консультировал меня в некоторых пунктах. Ну и на этом всё. Вот таким вышло первое видео в 2024 году. Это Айсберг. Всё как нужно. Вы были на канале Потерянные Эпизоды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. А, и ещё подписывайтесь на Телеграм-канал. Там скоро новый эксклюзивный Айсберг. Всем пока.